Слезняк просто вытолкнул его. Эггон, у нас проблема. Здорово. Это зеркало — портал в другой мир. То есть Луис или Зун внутри него? Да, похоже на то. Где это зеркало? Я не знаю. Джанин, посмотри плёнку до конца. И узнаешь, куда делось зеркало. Конечно. Этот слезняк не уйдёт от нас. Эй, комок слизи! Конец вечеринки. Готово. Ну как мы объясним, это зубной фея? Ребята, я досмотрела плёнку. Зеркало увёз мусоровоз. Эггон, как же можно в этой горе мусора найти малюсенькое зеркало? Смотрите на датчики. От зеркала должен исходить сильный сигнал. Фу! Ну не такой сильный, как вонь. Лизун, по-моему, мы оторвались. Да, оторвались. Ой, простите. Ага, зеркало точно под нами. Знаете, да, но где-то в мусоре. Придётся всё разгребать. Да, вам помочь. Да-да, вы можете помочь. Пожалуйста. Как? Ну, как отсюда выбраться? Автобус. Но лучше поспешить. Он отправляется в последний путь. О, успели. Можно отдышаться. А может, поедем побыстрее? Быстрее. И спешись. Ладно, как прикажешь. Мы до конечна. Я вам пора на выход. О, вы только посмотрите. Нашла. За дело, Джанни. Нужно стереть краску. Лизун. Луис. Это Питер. Это Питер. Давайте, ребята, быстрее. Вам надо их обогнать. Ой. Лизун. Джанни. Скорее, Луис, хватай мою руку. Это было ужасно. Невероятно. Вы должны отпустить меня пораньше. Спектральная активность ноль. Портал закрыт. Ура! 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 Все позади, Лизун. Теперь можно отдыхать. Да! Лизун, я ставлю два банана и морковную палочку. Я ставлю морковку и картофелину. Я ставлю репу и картофелину. Звонок. Кому вы позвоните? Хорошо, что это не покер. Я не сказал, давай. Ой! Точно. Хорошо. Я сделал это. Я выиграл. Выиграл. Трансцедентальные туристы. Авторы сценария Лен Джонсон и Чак Менвель. Трансцедентальные туристы. Давай поймай. Давай поймай. Слись! Дети, слись! 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 Догони меня! Смотри, дорогая, здесь все осталось, как в прежние прекрасные времена. Не очень, дорогой, взгляни. А? Это кто такие? Я не знаю. Это просто чудовищно. Не выходил каких-то 200 лет, и нате вам. Что случилось, папочка? Здесь люди. По-моему, тут слишком шумно. Давай уйдем, пап. Ну нет, мы были первыми. Нужно просто оторвать этим людям головы, и все. Мы в дорогу собрались. Был денек челесный. Дождик застал врасплох. Нет сухого места. Что, Уинстон, рад поехать в отпуск? Еще бы. Кажется, ты тоже отдохнуть не прочь. Точно. Целую неделю. Никаких призраков. Посмотрите, ребята. Здорово, правда? Впечатляет, да? Ривьера, мы приехали. Ребенком я проводил здесь каждое лето. Ребенком петь. А что вас даст? О! А! Юраки! Куда он так мчится? Может, им стал тесен этот город? Возможно. Закрыто. Простите, вы тут работаете? Да. А вы кто? Задмор и Бекман. И еще и Зон. Мы бронировали номер с предоплатой. Совершенно верно. Комнаты готовы. Желаю вам удачи. Спасибо. По-моему, кроме нас тут никого нет. Отлично. Значит, мы сможем отдохнуть в тишине. Питер, люди бегут как крысы с тонущего корабля. Может, мы чего-то не знаем? Винстон, успокойся. Все, что мне нужно знать, это мой отпуск, который никто не сможет испортить. Бери чемоданы, распаковывай вещи и устраивайся, как дома. Ну как? А, что может быть прекраснее? Я согласен, приятель. И я согласен. Дай-ка сюда. Почему? Ты пугаешь рыбу. Понятно. Ты пугаешь рыбу. Ой, что это? Держим быстрее. Ну что за глупые люди? Смешно. Наконец-то здесь наступит тишина. Скажи, а кто этот липкий зеленый малыш? Да кто знает. Не важно. Знал бы, что будет серфинг. Захватил бы доску. Ты зря шутишь. Это были призраки. Нет, 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 нет. Да брось. В этих местах никогда не было никаких призраков. А тогда что это? Что это? Ладно, предлагаю этих призраков игнорировать. Решено? Да. Да, парень? Да, Питер. И что будем делать? Поедем кататься верхом, ребята. Мы покинем свой дом и поскачем верхом. Я поеду к милой своей. Но где мне найти Моей милой следы? Ублизывайся. Ко мне скачет. Хватит. Кто это сказал? Я сказал. А теперь слящ с меня. Что это значит? Это просто невыносимо. Вы паршивые певцы. А теперь, ребята, возвращайтесь, откуда пришли. Да, проваливайте. И вообще мы вовсе не лошади. Я давно так и не веселилась. Теперь они точно уберутся отсюда. Эти парни ужасно глупые. А мне понравился тот зелененький. Да тот зеленый недомерок не лучше других. А я думаю, что он лучше и симпатичнее тебя. Все, все, не надо ругаться, дети. У нас еще весь отпуск впереди. Да. Так, давайте начнем отдыхать. Идем. Я так устал. Даже ноги свело. И мои тоже. Нам нужно пригнать сюда машину. Несмотря ни на что, я не собираюсь отменять отпуск. Значит, маленький зеленый призрак останется? А тебя не смущает то, что тут полно призраков? Да, везде. Тем веселее. Вначале нам будет жарко, зато потом будет жарко призракам. О, ой-ой-ой. Послушай, милый, вот настоящая музыка. О, да, эти звуки успокаивают. Папа, мама. Что такое? Это троица глупцов. Они решили тут остаться. Что? Люблю, когда папа злится. Ну ладно, не хотят по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Да, да, да. Хи-хи-хи. Ой. Я забыли, злый кран. Эй, а зачем нам ранцы, пидор? Неужели ты хочешь работать в отпуске? Нет. Это на случай, если появятся призраки. А сейчас давайте спать. Ай. Я хочу купить еды. Ага. Держи, приятель. Спасибо, спасибо. Ах, дуречка машина. Парат отставай. Да, 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 да. Привет. А-а-а-а. Привет. А-а-а-а. Меня зовут Рыжик, а тебя как? Лизун. Держи, лизун. Э-э, спасибо. Ну, поиграем? Хи-хи-хи. Да. Давай в прятки. Согласен. Ты водишь. Ладно. Ладно. Один, два, три, четыре, пять, одиннадцать, девять, два с половиной, восемь, сорок семь, двенадцать, шесть, четыре, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Рыжик. Лизун. Мне пора. О, ну, мне-то уже. Спокойной ночи. Лизун. Я, да, 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 что, 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 что. Что такое? А? Ну, все. Время действовать. Винстон, заводи мотор. Мы выходим на тропу войны. Рыжик, милая, почему ты не поешь? Потому что лизун мой друг. Ну, что ж, музыканты, сейчас вы получите. Нет. Постой, ты не можешь. Это памятник культуры. Да, ты прав. Я буду стрелять пониже. Давай, Винстон, прикончим их. Вот так. Давай ловушки, Винстон. Понял тебя. Стойте. Она... Она мой друг. А он... Он мой друг. Мы бы хотели поиграть, но не можем, потому что все вокруг будто бы сошли с ума. Да. Так что успокойтесь. Ты... Ты водишь. Мир и покой. Были рады познакомиться, но, к сожалению, нам пора проститься. Увидимся через сто лет. Это... Вряд ли. Но не забывайте нас. Пока! Увидимся! До встречи! До встречи! Я поеду к милой своей. До встречи, ребята! Музыка Рея Паркера, Хайма Саббана и Чуки... Музыка Рея Паркера, Хайма Саббана и Чуки... Проклятие Лизуна. Автор сценария Ричард Мюллер. Тайтлейк. Что там у тебя происходит? Да здесь привидение. Эй, у меня хватает проблемы без твоих призраков. Что читаешь, Уинстон? Про Джонатана Тайтли, чокнутого миллионера. От жадности он пожелал, чтобы его деньги похоронили вместе с ним. И что, похоронили? Нет, все забрало правительство. Деньги должны служить людям. Да, я понимаю. Но, по-моему, мы зря купили Лизуну лотерейный билет. Не туда, папа. Да ладно, Лизун. Твои шансы выиграть в лотерее равны примерно... Двум миллионам, восьмистам, семидесяти трем тысячам, двумстам, тридцати пяти к одному. Я открою. Нет, нет, нет. Эй, ты меня облил. Открываю, открываю. Доброе утро, сэр или мадам, я... Нет, спасибо, я не... Хватит тебе дергаться. Ты за миллион лет не выиграешь миллион долларов. Так что глупо даже надеяться. Охотники, добрый день. Уже в пути. Собирайтесь в дорогу, ребята. Ты с нами, Лизун? Будешь ждать, когда доставят миллион баксов? Бронированный автомобиль у нашего подъезда. А вдруг это... Нет. Лизун, это был звонок в дверь. Звонок в дверь. Я открою. Я открою. Да, добрый день. Вы есть, мистер Лизун? Да, да, да. Номер 42-76-99. Точно. Поздравляю, вы выиграли миллион долларов наличными. Ура, ура, ура. Вот так. Давай. Давай. Вот так. Эй, взгляни-ка. Питер, ты опять что-то устроил? Нет, ничего подобного Все, хватит на выход Спасибо, что пришли Ребята, угадайте, что случилось Ты выиграл? Я выиграл! А знаете, играть на настоящие деньги намного интереснее Лизун, даю тебе 100 тысяч долларов за статую свободы 200 тысяч долларов Да ладно, ты заплатил всего 50 тысяч долларов за мои отели в Беверли-Хилл Надеюсь, не журналисты Время противо! Это пицца? Фу, какая гадость! Что это? Какая гадость? Оно смотрит Интересно Пицца не в порядке Нужно проверить отель Роттер Рум Бывали места и похуже Намного И нередко Простите, ребята Не волнуйся, Лизун Музыка тебя сможет развеселить Эй, ребята, не знаю, как вам, а мне уже весело Будем все танцевать И это должна быть Джеди Гибсон Музыка, да прекрасно, но что вы скажете о моем новом костюме? Как я смотрелось? Отлично выглядишь Берегись! Как думаешь, что бы это могло быть? Странно Все, что Лизун покупает на выигранные деньги Ведет себя так Да ладно Все это просто совпадение Пригнись! А? Совпадение? Конечно Костюм тоже куплен за эти деньги И, как видишь, с ним все в порядке А у тебя выпал волосок Ладно Я понял Что еще? Ура! Пошли! Пошли, 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 пошли Ну, давай Ротай О, бог мой Новое это! Лизун, она, она прекрасна О, я должен ее опробовать Пристегните ремни, ребята Сейчас прокатимся Бежим! 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 Лизун, это не твоя вина Ты думаешь о том же? Охотники Минуту Минуту, пожалуйста Охотники Минуту Охотники Минуту Охотники Минуту О, восемь вызовов за час Гремлины и привидения будто захватили весь город Что происходит? У меня есть одна идея Комната Лизуна? Думаешь, это проделки Лизуна? Лизун ни при чем, я уверен Причина в деньгах Я думаю, именно в них источниках спектрального излучения Из-за которого весь Нью-Йорк так мучается Нет, что делать? Нет, 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 нет Прости-ка, Лизун Но от этих денег исходит супербольшая доза паранормального излучения Выходят, деньги заколдованы Они приносят неудачу всем, кто их коснется Нет И что теперь делать? А, можно их просто сжать? Нет, 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 мы не можем Нет, не можем Эти деньги — собственность государства Их нужно закопать или потратить Что? Ты предлагаешь спустить всю сумму сразу? Давайте их потратим Похоже, снять излучение не получится Выход только один — вернуть деньги на место Датчик зашкаливает Поезжай осторожней, Винстон 90% проблемы лежит именно здесь Если мы сможем вернуть все к источнику Сведем ущерб до минимума Неужели придется вернуть все деньги? Нет У тебя есть идея получше? Не торопи меня, я думаю, думаю Ого, ребята, смотрите Ой Повышенное излучение Похожий источник находится здесь Рассеемся, возможно, он где-то неподалеку Уинстон, посмотри-ка Это могила Джонатана Тайли Из той книги Ребята, которые привезли деньги, выкопали их отсюда Плохо то, что за этим стоит дух Тайтли Да бросьте, ребята Это было бы плохо в любом случае Пожалуй, ты прав Смотрите Я разберусь с тобой, приятель Сейчас, фугало, тебе будет конец Что такое? Питер, скинь ранец Отбрось подальше Кто знает, что происходит? Он защищает деньги Тайли, которые были в могиле Те деньги, которые попали к лизуну, он хочет вернуть их Вернуть? Надо вернуть Мои дети, мои Легко досталось, легко потерялось Деньги не самые главные в жизни, лизун Точно У тебя есть мы Да, ребята Я могу вас поздравить Прошлой ночью побережье очистилось А что вы сделали с деньгами? Можно сказать, все вернули хозяина Да, вернули А учитывая скорость разложения эктоплазмы Их можно будет снова выкопать лет через 700 А от тех денег, что лизун уже потратил Могут быть неприятности? Когда Тайли получил свои деньги, проклятие потеряло силу Надеюсь, это не лотерея Пока смерть не разлучит нас Авторы сценария под Али и Бен Херст Ребята, вот что нужно сделать Сходить в продуктовые в пятницу Починить протоновые ранцы Да, и еще Две женщины сегодня придут на собеседование на должность секретаря Мы справимся, Джанин? Да, отдыхай, не беспокойся Вы уверены? Джанин, мы все справимся Ну, точнее, почти все Ну, кто проведет собеседование с двумя женщинами? Женщины, это по моей части О, долг зовет О, вот покоритель женских сердец Я мисс Алтемейер Пришла на собеседование А, хорошо, прошу вас И где оно будет проходить? А, совсем забыл У нас с лизуном намечена уборка Эти протоновые ранцы сами не починятся Что? О, э, да Нам лучше сейчас же ими заняться А Я печатаю со скоростью 150 слов в минуту Без ошибок Превосходно пишу диктант И у меня опыт 22 года Так вы даете мне работу? Или нет? Ну, мисс Алтемейер, я думаю, это работа Ты не можешь взять ее? Ни за что Пока не побеседуешь с ней О, а Привет, милый Мальчики такие осторожные Ну что ж, кажется, с уборкой и ремонтом оборудования придется подождать А, а я как раз собирался, я должен Пока, мальчики Увидимся, Дикси Дикси, я прошу вас Все, что пожелаете, дорогой мистер Эггон Э, спасибо Где эта маленькая надоедливая кнопочка «Д»? Где-то тут должна быть эта глупенькая маленькая... Здесь Спасибо, мальчики О, не за что И правда, не стоит У нас тут есть еще 25 штук Мальчики Я собираюсь на кухне пообедать Кто хочет поотвечать на звонки? О, господи Я лучше пойду и продолжу уборку Хорошая идея А я вернусь к Рансам Точно 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 Привет Извините Спасибо, милый Сюрприз Конфетки для конфетки О, ты такой милый Я, признаться, обожаю шоколад Я нравлюсь ей Эггон Очень нравлюсь Очень, очень Лизун О, боже Посмотрите на сообщение, которое оставил Дикси Это семерка или девятка? Похоже на тройку И шестнадцать Может, спросить Дикси? Пока, мальчики Увидимся завтра Дикси Дикси Она не может быстро печатать И что такого? Сам подумай Она странная, Питер Она очень странная Единственная странность Что она еще не сходит по мне с ума Это значит, что Хотя она и неважный секретарь У нее есть вкус Давайте проголосуем Кто хочет оставить Дикси Поднимите руки Да 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 Большинство решило Эггон Дикси остается Доброе утро, мальчики Доброе утро, Дикси Ну, смотрите О, Эггон Это выглядит замечательно Спасибо, Дикси Ты самый умный охотник из всех Правда? Ну, я... Умные мужчины Меня заводят Эггон Эггон Милый Верни мне мои цветы А теперь, милый Эггон Ты мой и мой Нет Землетрясение Землетрясение Скорее Дедикся Ребята Это не землетрясение А паранормальное явление Вот в чем дело Берите свободные пушки Вы, ребята, это ищите О, Эггон О, ты замечательный Что? Что произошло? Я скажу тебе, что произошло Ты поцеловал нашу младшую сестру А тут появились мы Значит, придется жениться Верно, Джимбоб? Ага Жениться? На призраке? Да, Эггон не может быть ее мужем Он же его человек вроде бы Мы можем немедленно это исправить В смысле? Ага Ага Постойте Ни один волосок не упадет С глупой головы Эггона Да, точно Ни один И же что? Молчать! Не то пойдете с ним Джентльмены, не волнуйтесь Я на все согласен А? Нет Что? Только не это Но любой осужденный Имеет право на последнюю просьбу Верно? Не любой Что это за просьба? Я хочу Испечь свадебный торт О, Эггон дорогой Как мило О, Джин Боб Погляди, почему мой милый Так долго возится с тортом? Конечно, Дикси Эй, женишок Эггон! О, нет Так он Я боюсь, что да О, бедный Эггон Он был настоящим другом Смотрите, дух Эггона О, Эггон, теперь мы можем пожениться Через мой труп Верно, дорогой Хватит разговоров Давайте начнем свадьбу Эй, парни! А как быть с милой традицией бросать рис? Они неплохо все организовали Если честно, мне нравится свадьба Милый, время скрепить узы Нет, нет Стойте Эггон говорит, что хочет исполнить одну песенку Специально для тебя, верно, Эггон? О, вы такие милые Милые Браво! Брависсимо! Ты гений! Полагаю, я смогу жить с этим Пойдем, Эггон, дорогой Ли, в смысле Эггон говорит, что хочет, чтобы у тебя был букет его любимых цветов О, это так мило Рэй, ты добыл цветы? Да О, Эггон Я сейчас упаду в обморок О, боже! О, спасибо! Черт побери Следующим пунктом вы должны были жениться Прости, милая Мне нужно починить лицо Ах, но я смогу с этим жить Что он сейчас говорит? Он спрашивает, можно ли поцеловать тебя на удачу перед церемонией Ах, ну, если только совсем чуть-чуть Ему понравилось Даже не думай об этом Я могу вынести твою глупую музыку Даже эти ужасные цветы Но не эту гадость Пойдем, мальчики Домой! Скатертью, Дороска Ты великолепно выступил, Лизун Это я Не знаю, как тебя и благодарить Эй, прикольно 10 филов, 6 пиц, 5 бесбольных матчей И много-много печенья Эган, а что у тебя с секретарями? Они все любят тебя? Вначале была Джанин Потом Дикси Теперь и новенькая души не чает Питер, не надо Ай, постойте! Вы забыли свитера Спасибо, мисс Пенглер А вот куриный бульон, если проголодаетесь Спасибо, мисс Пенглер У всех чистое нижнее белье Никогда не знаешь, когда попадешь в аварию Мам, нужно ехать Будете задерживаться, звоните! Да, есть Пенглер Музыка, рэпа Волшебную паутину Шарлотты Воскресенье, кино в 21.00 на СТС Волшебной паутину Шарлет Настоящие охотники за привидениями и лизун. Время пришло. Авторы сценария Лен Джонсон и Чак Мэнвилли. Мэбеллин, почему ты мне лжешь? О, Мэбеллин, ну почему ты мне лжешь? Ты снова вернулась к тому, что уже прошло. Обожаю 50-е. Плоские крыши, большие машины. Лимонад! Пустые дороги. Рэй, тебя и на свете не было до 59-го года. Да, я поздно родился. Боже, раньше жизнь была намного проще. Вообще-то, Рэй, у тебя нет доказательств. Каждое десятилетие имеет свои плюсы. Все равно я выбираю 50-е. Любой день. Я тоже положу сюда, Рэй. Клевый чувак! Мэбеллин, почему ты мне лжешь? О, Мэбеллин, ну почему ты мне лжешь? Ты снова вернулась к тому, что уже прошло. Джонин, что произошло? О, ребята! Ну, что случилось, Джонин? Что случилось? Это не должно было случиться. Джонин, возьми себя в руки, объясни толком. Вот. Письмо от мэра. Из-за возросшего движения городу нужно построить новое шоссе через наш район. И что? Они собираются снести этот квартал, включая пожарное депо. Что? Это невозможно. Что же нам делать? Мэр предлагает собирать вещи. Спасибо, Лизу. Я знаю, что ты чувствуешь. И я буду скучать по этому месту. Да, с ним связано столько воспоминаний. Эй, поменьше слов, больше дела, ребята. Это что, съезд какой-то партии? Нужно проследить за правилами безопасности, Питер. Мы проследим, ты не волнуйся, мы все успеем. Да, Питер, мы не хотим, чтобы фургон подпрыгнул. И бум, разнес весь квартал. Почему нет? Мэр будет доволен. Питер, нет. Да ладно, все будет нормально. Нет, нет, нет. Боже, что произошло? Плохо вышло, ребята, простите. Ничего страшного, верно, Эгган? Я не уверен, по-моему, здесь что-то не так. Да! Оборудование пропало? Все, что у нас было. Это наша сирена. Звук другой. Ой. Ну-ка, собирайтесь, парни. Давайте, поторапливайтесь, двигайтесь быстрее. Что эти ребята? Где Экта? И где Джанин? Она должна быть на работе. Леди и джентльмены, представляю вам новый Экцель 1959 года. Экцель? Ребята, тут явно что-то произошло. Должно же быть логическое объяснение. Итак, сегодня 10 апреля 1959 года. Добрый вечер. 10 апреля 1959-го? Надо же! По-моему, мы перенеслись в прошлое. Это произошло, когда взорвалась ловушка. Просто невероятно. Это наше помещение, когда оно было пожарным депо. Видимо. Чудесные годы, 50-е! Ха-ха-ха! Фантастика! И-и-и! Здорово! Ребята, разделимся и выясним, что случилось. Да, да, выясним, что случилось. Что случилось? Эгган, ненавижу, когда ты так смотришь. Что не так? Мы попали в прошлое, Питер. Наше присутствие может изменить естественный ход вещей. Это плохо? Я этого не знаю пока. Посмотрите на меня, ребята! Ты боишься, что мы нанесем вред? Я клевый, правда ведь клевый, а? Очень клевый! Хватит смазки на целую машину. Вы слышите? Я узнаю этот звук. Экта. Это экта. Экта. Это фантастика. Совершенно новая. Вы что, друг покойного, да, сэр? Простите. О, боже. Не бойся, Экта. Будущее намного лучше. Ребята, смотрите, кто это. Это были призраки. Призраки пятидесятых. Правда, странные. Да уж. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Лизун. О, боже мой. Мы идем. Держись, Лизун. Скорее. Лизун. Ненавижу. Все в порядке, дружок? Не мертвились, мальчиша. Первые призраки появились около часа назад и уже достигли масштабов эпидемии. Они захватили весь Манхэттен. Около часа назад? Примерно столько же мы находимся здесь. И что? Это наша вина. Привидение! Давай, бежать сюда! Привидение! Эгон, ты считаешь, что мы виноваты в появлении призраков? Да. Нам не место в 50-х. Попав сюда, мы сломали пространственно-временной контину. Возможно, через эту дыру в ткани времени призраки и попали сюда. Значит, чтобы закрыть дыру, надо вернуться в свое время. Именно. Хорошо, я не возражаю, но как? Через ту же ловушку, Эктор. Хм, у нас проблема. Ненавижу, когда ты это говоришь. Во-первых, ловушку надо зарядить до уровня, который был, когда это произошло. Это займет какое-то время. О, отлично. И что мы им скажем? Правду? Мы охотники за привидениями из будущего. Думаешь, они поверят? Э-э-э, наверное, нет. Привет. Ага. Мы здесь просто для наблюдения. Все хорошо? Мистер, на улицах тысячи призраков, и мы проигрываем войну. Номер 93. Еще призраки? Где? Ребята, мы будем просто смотреть, как они выполняют нашу работу? Нет. Нет. Мы все еще охотники? Да. Шеф, у вас есть электрический генератор, чтобы перезарядить эту штуку? Да, но что это такое? Объясним позже. В этом направлении движение становится плохнее. Да, похоже, мы приближаемся к источнику призрака. Сейчас мы увидим нечто очень странное. Это дыра, верно. Эй, кто-нибудь дайте мне рукав. Что ты задумал? Я хочу вернуть призраков туда, откуда они появились. Увеличьте давление. И все слышал. Давай же. Запускай. Запускай. Работает. Работает. Режать, смотрите. Еще немного, лизун. Почти зарядилась. Ситуация под контролем, Эгган. Не спеши. Я обманул Эгган. Выключай. Для этого. Ура! Ура! А! 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 Ура! Готово! Полный заряд! Эггон, давай же! Эггон, побыстрее! Пожелайте нам удачи! Ненавижу, когда ты так говоришь! Пожелайте нам удачи! Мы в пожарном депо! Но вопрос в каком? В их или нашем? Ребята, смотрите! Джентльмены, мы дома! Отлично! Все хорошо! Но утром нам нужно съехать, помните? Джанин! Ребята, ребята, не нужно съезжать! Что? Звонил мэр. Это здание объявлено исторической ценностью. Теперь его нельзя снести. Не понял? Какой-то пожарный, работавший здесь, был великим героем. Он спас город от ужасного нашествия призраков в... В 59-м году? Да! В 59-м. Откуда ты знаешь? Вероятно, прочитал где-то? Вот что, ребята, нет ничего лучше нашего времени. Я понял тебя. Да, да, прямо сейчас! Точно! О, Мэри, Лин, почему ты мне лжешь? О, Мэри, Лин, почему ты мне лжешь? Ты снова вернулась к тому, что уже прошло. Выкуп. Автор сценария Стэн Филлипс. Лизун, что ты делаешь? Мне нужно сделать копии этих документов. Прости, Луис. Если я не успею до пяти часов, поплачусь своей головой. И не только. Я пойду в копировальный центр. Присмотри за всем, я скоро. Хорошо, Луис! Эй, позови Спайдер Лекс! Позови мне Спайдер Лекс! Эй! Держитесь от меня подальше! Эй, привет, Спайдер Лекс! Давненько не виделись, хорошо выглядишь! Ну что за стыли тупицы? Вас ждет босс! Но... но... но как? Действуйте! Что стоите? Назмите куда-нибудь, ясно? Да-да-да, ясно, Моркс, ясно. Ой, ой... А-а-а! Ой, ой! А-а-а! 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 Сделайте вот это! Живой дочек! Ой! Ой, молодцы! Попался, Грызок! Отпустим, когда откроется ту дверь, слезня! Верь за что? Открой ли я размазу тебе, как зря! Лизон! Что это? Ой! Лизон! Лизон! Ты где? Охотники! Бежим! Тащи сюда этот зеленый мясок! У меня есть план! Мы вернем, Спайдер Лекс! И в этом ты сыграешь! Главную роль! Да-да-да-да! Да-да-да-да! Забудь мясок с Лизей! Эту стену не пробить! Спайдер Лекс не стонет, сможет остановиться! Да! Кроме охотника! Но мы легко это исправим! Иду, иду! А? А? А! Ребята, ребята! Лизуна похитили! Что? Ты уверен? Кому понадобился призрак? Тут замешан еще один призрак! Они хотят освободить призрака по имени Спайдер Лекс из нашей ловушки! Спайдер Лекс? Я ее помню! Она была просто фурия! У нас время до полуночи! В знак ее освобождения нужно заказать определенную песню в радиопередаче лунного человека! Или мы никогда не увидим Лизуна? Песню в радиопередаче лунного человека? Это самый глупый план из всех, что я знаю! Да! Но придется это сделать! Судьба Лизуна зависит от нас! Бедняга Лизун! Лечь хочу! Затяни ремень! Эй, почему такой беспорядок? Приберитесь тут! Это не мы, Босс! Мы были снаружи! Сейчас у вас и мозги будут снаружи! Тихо! Я буду слушать лунного человека и не хочу, чтобы меня беспокоили! Ясно? Эй, да, хорошо, Босс! Эй! Ахотики разозлятся, если вы меня не накормите! Эй, правда? Ага! Очень разозлятся! Вся еда закончилась! Да, ты все почистил! Ой! Давайте поиграем в шалки! Ты водишь! Ох ты! Ох ты! Ох ты! Не поймал! Вот так! Ну смотри! Ох ты! Ох ты!